Всем привет! В эфире программа Своими руками. Вам, наверное, любопытно, почему я говорю шепотом. А все потому, что прямо там за дверью находится мастерская Деда Мороза. Интересно? Пойдем покажу. Мы счастливы в ночь, walking in a winter wonderland, gone away, is a bluebird here to stay, is a new bird, he's singing a song, as we go along, walking in a winter wonderland. Well, in the meadow we can build a snowman, and pretend... Только что мы стали свидетелями крутого волшебного мастер-класса по рождественским венкам. А проходит он на арт-кухне, и шеф-повар этой арт-кухни Аня. Но проводила мастер-класс Ирина, и сегодня она нам покажет, как сделать рождественский венок своими руками. Ирина, с чего нам начинается? Что нам понадобится? Сначала мы должны сплести основу для нашего венка. Я использовала ивовые ветки, получился такой лохматый венок. И затем я покрасила немного белой краской. Ветки ты сама набирала? Ветки, ну, конечно, сама. Все своими руками. Ага, а как их вот сплести? Тут тяжело? Эта ива, она очень гибкая, и поэтому плести было достаточно легко. Венок мы будем закрывать хвой зеленый. У нас сегодня есть туя. У нас сегодня есть пихта очень ароматная. Разделим ее на веточки и выложим на венке, я думаю, можно сделать асимметричной. Примерно с такими легкими воздушными веточками в европейском стиле. Что на первое действие какое? Что мы должны сделать? Дай нам с Аней задание, чтобы мы сидели обе и делали. Нам нужно заняться хвоей, разделить ее на более мелкие веточки. И у нас будет декор. Для декора мы используем хлопок, ветку хлопка настоящего, натурального. Его мы тоже разделим, каждую коробочку, с помощью секатора. То есть мне сейчас придется отрезать, да, вот так вот? А Аня? А Аня у нас разделит тую на более мелкие веточки, которые мы будем размещать уже на нашем венке. Мы сегодня, получается, делаем венок полностью в натуральном стиле. Да, у нас будут все натуральные украшения. Очень будет красиво и естественно смотреться. Так, можно приступить, да? Мы так делать шипаем. Веточки мы крепим с помощью проволоки на каркас. У нас есть зеленая флуористическая проволока, которую никто не заметит. О, такие запахи. Да, ароматы стоят, конечно. Пока вот мы занимаемся делом, хотела спросить, вот Аня, как тебе вообще прошла идея открыть свою арт-кухню, да, заниматься вот такими крутыми мастер-классами, проводить их для людей? Я дизайнер по образованию и так сложилось, что я с детства умела рисовать. А меня всегда окружали люди совершенно из разных сфер. Программисты, экономисты, бухгалтеры и так далее, которые всегда меня просили, Аня, рисуй. Как вообще там у тебя получается так рисовать? Просто попросили. Слушай, мы видели в интернете, вот люди собираются вместе и рисуют. Проведи для нас такое мероприятие. И как-то случайно получилось, что мы нашли очень классное помещение. В нем начали встречаться, начали рисовать там. Потом это все переросло вот именно в больший масштаб, в такую школу, где теперь занимаются и детки, и взрослые, и разные направления. Вот акварели, и акрила, да вот венков из-за ели. Так, что теперь мы делаем? Теперь мы размещаем еловые веточки, группируем их, и размещаем на венке, прикручиваем с помощью проволоки. Мы в это время готовим декор. Можно взять вот эти звездочки деревянные и сделать из них гирлянду. Гирлянду из звездочек и проволоки, да? Да. Мы ее пустим легкой такой лентой. Она будет создавать воздух, объем. Девчата, где вы вообще все берете? Проволоку, хотела рассказать, можно найти в гараже у дедушки, вот, прийти и сказать, что, дедушка, а можно вот взять всю эту проволоку, пожалуйста. Вот, а можно купить просто провода в строительном и очистить их от пластика. А все остальные, где придется покупать штучки, да? Где вот видишь реально что-то интересное, классное, красивое, хватай и беги. Ну, сколько может стоить один венок, если ты его делаешь своими руками? Если мы делаем венок своими руками, то нам нужно запастись натуральными компонентами, хлопком, можжевельником, елочкой, проволоку найти, можно у дедушки в гараже. От 500 до 1000 рублей. То есть, вот, не дешево, в принципе, с одной стороны, а с другой стороны, лучше делать своими руками, да. Девчата, кто приходит обычно на мастер-классы? Какие люди? От какого возраста до какого? Совершенно разные, даже сегодня у нас были как самостоятельные участники детки, 5 лет, конечно, им помогали мамы, вот, и 11 лет, и взрослые, ну, наши ровесники молодежи, ну, и даже совсем взрослые участники у нас бывают. В основном приходят те, кто не связаны с творческими профессиями, потому что эти люди понимают, что, чтобы сделать что-то, нужно где-то искать материал, да. Тут ты приходишь, и атмосфера классная, и ты в компании это делаешь. И тебе расскажут, как сделать, все материалы тоже предоставят. Вот, ну, на самом деле, бывает совершенно разное, иногда даже приходят дизайнеры, вот, в гости к дизайнерам приходят дизайнеры, и тоже делают, потому что устают сидеть за компьютерами, тыкаться в клавиатуру, а здесь все такое вот приятное, ароматы. Так, я смотрю, Аня, что-то мастерирует. Да, у меня здесь бусы. Звездные бусы. Так, Ирина, ты? Да, мы продолжаем заполнять наш венок хвоей. Сейчас в моде асимметрия мы будем делать, сейчас покажу. Асимметрия? Да, мы будем делать такие смелые выпады. То есть у нас будет венок, он не полностью? Да, будет открыто, у нас такие усики у венка будут, он будет очень дерзкий, веселый и непринужденный. А сколько, допустим, может продержаться такой венок? Венок может продержаться смело все новогодние праздники, он вам прослужит, будет радовать, а дальше уже от атмосферы в доме. Можно также из пульверизатора брызгать его водичкой. Ну, с одной стороны, вот ветки же они не испортятся, можешь, допустим, вытащить, а на следующий год новые вставить ветки. Это даже хорошая идея, кстати, на следующий год новый декор. Каждый год новый венок. Каждый год новый венок. Мода на рождественский венок в России появилась не так давно. Раньше хвойные венки мы могли увидеть в американских и европейских фильмах. Теперь эта католическая традиция все чаще встречается в нашей стране. Традиционный венок пришел к нам из Германии. К нему были прикреплены свечи, которые символизировали свет во время рождения Христа. Обычно его делали из еловых и пихтовых веток, украшали яблоками, сладостями и красными лентами. Я сделала гирлянду из проволоки. Вроде бы так просто и вот так симпатично. Да, выглядит вообще очень мило, особенно когда мы где-то это подвесим. Это добавит такого ритма мелкого. И будет очень здорово. Так, а мне вот конкретно что делать? Вот я не поняла. Нужно сделать петельку. Немножечко закрутить вокруг своей оси. И можно уже прикреплять к венку. Ее отрезать? Да, отрезать покороче и привязать. Это вязальная проволока, очень легко с ней даже ребенок справится. Хорошо, значит мы сейчас декорируем прям вот последние штрихи, так скажем, остались. Ну, наконец-то мы приступаем к декору. Самое интересное, Аня у нас занимается бантом из джутовой ленты. А мы с Катей сделаем петельку для того, чтобы венок подвесить на дверь. Тоже используем натуральную ленту. Складываем вдвое. Накладываем на наш веночек. Обычно куда вешают венки? Венок, по традиции, должен быть в сердце дома. То есть это возле камина или где-то, где собирается вся семья. Ну, у нас не в каждом доме есть камин. Да. У нас есть кухня, есть арт-кухня. Приходите вешивать у нас свои венки. Вот так у нас. А сколько обычно человек, Аня, приходит на мастер-классы? По-разному. На самом деле у нас есть и индивидуальные занятия. Иногда бывают группы, мини-группы, именно, допустим, на акварельный курс. Мы собираем совсем небольшую компанию, чтобы всем уделить внимание. Но и бывают мастер-классы, как сегодня, когда 8, 9, 10 участников. Вот. Иногда мы раз в сезон проводим дни открытых дверей, и тогда здесь вообще ажиотаж. И вы как ДФИ отходите, помогаете всем, правильно же? Да. Ну, я обычно работаю в паре с кем-то на таких больших мастер-классах. Мне часто помогает Динара, мой преподаватель. Наш преподаватель по каллиграфии. Также есть у нас преподаватели, которые занимаются декором. Мы делаем интересные фигурки для дома из фанеры, раскрашиваем их, наносим какие-то объемные орнаменты. Вот. И тогда мы тоже проводим эти большие мастер-классы вместе. Какой вот следующий мастер-класс у вас будет? Следующий у нас будут каникулы. А после каникул, уже прямо после самого Нового года, мы ждем всех на мастер-классы по декору. Мы будем делать очень красивые украшения для дома. А у нас будут акварельные мастер-классы, будет курс по акварели уже в январе. В общем, программа насыщенная, но уже в январе. Все мы ждем каникул январских. Все мы ждем отдыха. Можем уже приступить к хлопку. Ага, клеим хлопку. Я предлагаю разместить его асимметрично здесь. Класс. Воспользуемся горячим пистолетом. На ножку наносим. И плотно-плотно какой-нибудь веточке мы его... Быстрее, быстрее, пока он не засох. Да. И считаем до 10. Но только до 10. Так же можно прям все-все понаклеить. Мне кажется, когда вот приходят к вам участники, они видят все и, наверное, хотят... Так, я и вот это наклею, и вот это, и вот это, потому что такое разнообразие интересных, этих блестящих штучек. Сегодня так и происходило. Все запаслись, а потом сели и... И что мне дальше с этим добром делать? Вообще у нас в Оренбурге много подобных каких-то, да, студий, где проводятся мастер-классы для людей? Ну, да, студии есть, но, как я заметила, направленности у всех разные. То есть есть кто-то исключительно занимается шитьем, кто-то только рисует. У всех разные. И я вижу, мы как бы стараемся не повторять тем друг друга. И даже здорово, когда люди ходят в разные студии, это возможность познакомиться с новой компанией, с новым мастером, найти комфортную для себя обстановку, выбрать. Ирина, пока мы разговаривали, тут уже... Да, немножко прикрепляю елочку, веточки, которые у нас свисают, можно немного прикрепить с помощью проволоки. Мой бант достаточно пышный, бант. Мне кажется, еще можно добавить здесь объем, да. Терши, вот сюда, мне кажется, хорошо подходит. Клеим еще одну хлопушку. Да, чтобы она лицом смотрела, как-нибудь ее нужно вставить. Куда? Вот, 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 вот сюда прям. Или нет? Туда прям внутрь? Да, все. И вот она встала. Она на своем месте. Очень красиво. Вот бы так всегда, Ира, да, в шесть рук делать букеты. Это точно. Я говорю, настоящая мастерская Деда Мороза просто. Да, мы как эльфы здесь кружимся иногда. Недавно у вас был мастер-класс по открытке, да, новогодней? Да, делали открытки в технике скрапбукинг. И, кстати, нет, вот, возможно, в следующую четверку у нас будет последний мастер-класс. Как раз мы сделаем новогодние рамочки для фото в этой технике. Очень красивая, она нравится всем, эта техника, потому что очень много декора, красивые штучки всякие, какие-то бусинки. А вы сами придумываете вот эти мастер-классы? Ну, да, блин. В самом деле, да, мы обычно сидим, конечно, когда ты уже много-много разных мастер-классов провел, сложно придумать вот прям что-то супер новое. Но ни в коем случае мы никогда стараемся не повторять в точности какой-то готовый мастер-класс. Мы обязательно что-то дополняем его чем-то. А так вообще сами темы, то есть изначально это были мастер-классы только по акварели. Потом сюда присоединилась каллиграфия. Я обычно встречаю людей, встречаю мастеров своего дела. И они меня увлекают в свое направление. И я приглашаю их проводить здесь занятия. То есть у нас есть пастель теперь, у нас есть декор, у нас вот флорист, собственно, теперь есть. И я думаю, что на этом мы не будем останавливаться. И у меня появится еще много интересных знакомых мастеров, которых я буду с радостью сюда приглашать. Ну, какая у тебя мечта связана именно с твоей деятельностью основной? Что вот ты хочешь? Если честно, мне хочется, конечно, сделать обучение здесь более системным, особенно для деток. То есть у меня есть курсы для взрослых. И они обычно рассчитаны на небольшой период. Это два месяца мы встречаемся каждую неделю один раз. А хочется именно какой-то системы для деток, чтобы мы не просто по примеру делали, какой-то пришли, нарисовали картинку, все там им показали. А чтобы у них действительно развивалась фантазия, развивались какие-то новые навыки. И на протяжении года был виден прям рост. У меня вот сейчас одна звездочка, куда мне ее своим взглядом флориста. Я думаю, тебя лучше выбрать самой. Я думаю, можно туда разместить. Здесь как раз будет, они будут асимметрично другу подмигивать будут. Также хлопушки у нас здесь. Прям вообще необычную свину получился. Основная композиция здесь будет миниатюра, которая будет повторять. Да, есть традиционные пышные венки, которые очень равномерно заполняются пушистой елью, ну, либо пихтит, там, смотря кто выберет. Да, и они идут прям такие вот по порядку. Шарик серебристый, шарик белый, шарик серебристый, шарик белый. А у нас сегодня такое хулиганство. Очень все легкое, воздушное. Нам нужно прикрепить шишечку. Ирина, а ты вообще как сюда попала, в эту студию? Я сюда попала как участник. Буквально пару месяцев назад я очень вдохновилась, увидела, как живым акрилом пишут картины. Пришла сюда к Ганне, и все, и закрутилась. И я теперь здесь сижу, уже провожу мастер-класс. Я увлеклась флористикой. Начала делать букеты из фруктов, из овощей. Да, и меня так это увлекло. Поэтому у меня теперь букетная зависимость. И я вот реализую себя в этой новой сфере. По профессии это, наверное, какая-то серьезная профессия у тебя. Профессия очень серьезная, да. Работа очень серьезная. Но я нашла свой путь сердцу. Так, что осталось в банке прикрепить? Прикрепить наш бантик. Мы его прикрепляем сбоку на шпилечку проволочную. И все. И наш венок готов. Движение мелки. По-моему, не очень легким. Венок превращается в венок с бантиком. Наш венок готов. Так, покажем его. Нашим зрителям. Венок превращается в венок. Венок превращается в венок. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сделали рождественский венок, спасибо большое за это девчатам Пожалуйста, Катя, приходи к нам на мастер-класс, у нас много всего интересного Да, и вас тоже приглашаю на мастер-класс И на этом у нас все, это последняя программа «Своими руками» в этом году Еще больше интересного смотрите уже в 2018-м Пока-пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok